Боец с синим поясом, рязанец Дмитрий Хвойницкий. Пока преимущество не на его стороне, а до конца раунда считанные секунды. Я посмотрел на время, осталось 30 секунд. Тут либо нужно оставить себя, чтобы потом не жалеть ни о чем после соревнований. Ну вот, собрался и пошел. Победа нокаутом. Пока чествует триумфатора, к его сопернику спешит медицинская бригада. Кое-как парня удается поднять на ноги. И Дмитрий, подхватив соперника, с которым яростно сражался еще пару минут назад, ведет его с татами. Это спорт. Надо различать спорт и дружбу. Дмитрий Хвойницкий армейским рукопашным боем занимается с 17 лет. С тех пор, как поступил в Академию ФСИН. У него есть разряд по универсальной дисциплине, мастер спорта международного класса. По армейскому пока регалий нет. Но здесь, на чемпионате ФСИН России по рукопашному бою, можно выполнить норматив мастера спорта. Тем более, рязанцы уже специалистов приятно удивили. Во-первых, они в первый день соревнования выиграли. Соревнования по, скажем так, демонстрации техники или, проще сказать, по самообороне или боевые приемы борьбы. Это, естественно, прикладной, скажем так, вид для сотрудников. То есть каждый сотрудник у нас должен владеть боевыми приемами борьбы. Вот в этом году мы сделали первый чемпионат ФСИН России по демонстрации техники как раз. И у ФСИН Рязанской области, команда ФСИН России по Рязанской области заняла первое место среди территориальных органов. А Академия ФСИН России заняла первое место среди образовательных организаций. Бои проходят в 14 весовых категории. У юношей и у девушек. У последних, кстати, не менее насыщено. Я бы сказал, что уровень девушек отличается, конечно. Но есть спортсмены сборной команды России в составе ФСИНа. Они, конечно, выступают на уровне парней. То есть они обладают и борцовской техникой, и сильным ударом, и тактикой. То есть люди подготовленные. Говорится, что они заслуженные мастера спорта, чемпионки мира. Поэтому девочки на уровне есть. Мария Ярыгина приехала из Якутии. Говорит, есть борцовая практика. Потому перед соревнованиями тренировала ударную. И, как выяснилось, не зря. У меня уже были бои. Я в финале. За первое место буду выступать. Закончились досрочно. Болевым приемом за 30 секунд. Наши ребята так желанное золото и не взяли. Дмитрий Хвойницкий проиграл в следующем же бою. Его соперником был мастер спорта. Мария Ярыгина свой финальный бой тоже проиграла. Будет возможность подготовиться к следующим соревнованиям. Из победителей сформируют команду в СИН России, которая отправится защищать честь региона на всероссийских и международных соревнованиях.